Привет друзья, баскетболисты и сникер хеды. На удивление отлично залетело видео с анонсами Jordan Brand на 2021 год. Поэтому уже традиционное видео с тем, что выйдет в первой половине 2022. Начну с плохих новостей. Jordan Brand повысил цены на большинство линеек. Если Jordan 1 будут традиционно продаваться по 170$, ценник для высокой версии, то ценники для остальных ретро-моделей в большинстве случаев повышены со 190$ до 200$ и даже до 210$. В январе в честь китайского нового года вышли эти низкие шестерки в этот раз не в особо яркой расцветке, что непривычно для подобных релизов. Ну и в целом я небольшой любитель низких версий ретро-номерных. 4 февраля за 170$ можно будет приобрести эти единички, отличительной особенностью которых станет мохнатый свушь. Хоть это и миды, а не хай версия, но смотрится пара, которая выйдет в женский размер на сетке, мило и симпатично. Дат релиза нет, но скорее всего будет накануне 14 февраля. 16 февраля релизнутся еще одни единички со стандартным ценником в 170$. В достаточно приятной расцветке, хоть и не OG версия. А вот эту пару и расцветку ждут очень многие. Знаменитые плей-оффы можно будет купить 19 февраля. Ценника пока нет, но скорее всего он превысит 200$. 22 февраля выйдет еще одна замшевая версия пятерок с ценником в 200$. Полностью замшевые шузы, конечно не очень практичны, но смотрятся всегда круто и выигрышно. 24 февраля выйдет еще один интересный колорвейд троек за 200$. И 200$ видимо уже стандартный ценник для ретро релизов. Сколько цена составит в России даже страшно представить с учетом растущего курса доллара. Вот не люблю я девятки. Уж очень неудобно мне в них. Но эта расцветка прям нравится. Видимо дают о себе знать армянские корни. На удивление ценник на эту пару составит 190$, а не 200$. В прошлом году была коллекция Систерхуд, а в этом Бразерхуд. Собственно единички входят в этот пак. Хоть и не УДЖИ расцветка, но смотрится пара прикольно. Ценник составит 170$. Единички в честь знаменитого университета, за который играл Айлен Айверсон, выйдет в феврале. А вот ценник за них что-то совсем не гуманное 200$. Женские четверки из корпуса выполненного из непривычной для релизов Jordan Brand Парусины выйдут в феврале с ценником в 200$. Помимо материала корпуса отличительной особенностью является то, что часть мицоли покрыта им же. Февраль явно будет богат на релизы. Еще одни пятерки в очень приятной расцветке. Ценника нет, но обещают премиум кожу. Так что, скорее всего, минимум 200$. 5 марта выходит очень крутая пара шестерок. Знаменитое сочетание белого и голубого в честь университета Северной Каролины всегда смотрится выигрышно. Плюс это любимое сочетание цветов Димы с канала кроссовки.нет. Ну и ценник 210$. Я не большой любитель единичек из-за хайпа в последние годы вокруг модели, но этот Colorway мне прям зашел. Релиз 12 марта с ценником в 170$. 22 марта выйдут тренажки в классном сочетании белого и желтого. Хоть и не УДЖИ релиз, но Colorblocking близкий к знаменитым черри смотрится весьма свежо и празднично. Ценник составит 200$. Также 22 марта выйдут трешки в новом Colorway за 210$. Цвета хоть не яркие, но смотрятся органично в сочетании как будто пожелтевшим от времени пластиком. За такой ценник Jordan Brand обещает премиум кожу. Хотя я считаю, что все релизы Jordan Brand должны быть всегда с крутой кожей. 22 марта выйдут шестерки за 200$. Colorway не сказать, что супер удачные, но мятные акценты добавляют изюминки. 22 марта будет богат на релизы. Семерки в непривычных для модели цветах будут продаваться за 210$. Плюс в паре будут необычные вставки из полупрозрачной сетки. Также 22 марта в продажу поступят четверки с корпусом из материи, а не кожи. Этакие радужные варенки. Хиппи должны заценить. Ценник составит 210$. Даты релиза этих шестерок нет, но он намечен на март. Ценник 190$. Рассветка достаточно посредственная по моему мнению. Даты релиза этих двоек нет, но он намечен на весну. Видимо, в Jordan Brand решили поднять популярность самой нелюбимой коллекционерами модели – громкими коллабами. Еще один крутой коллаб выйдет весной. Не скажу, что в восторге от этой модели, но солд-аут из-за коллаба с Клод им обеспечен. Ну и как же без коллаба с Тревисом Скоттом? Эта версия низких единичек выйдет весной и так же как и прошлые релизы, гарантированно будет раскуплена в течение нескольких секунд. 2 апреля выходят эти симпатичные 13 с ценником в 200 баксов. Рассветка классная, модель еще более классная. Поэтому советую присмотреться. Да, модель не хайповая, но я уверен, что и ей обеспечен солд-аут благодаря коллабу с калифорнийским Юнион. Релиз 8 апреля с ценником в 225 долларов. Точно можно сказать, что материалы и качество исполнения будут на высшем уровне. Также 8 апреля за те же 225 долларов выйдет еще один Colorway двоек в коллабе с Юнион. Купить любую из этих двух пар будет крайне сложно. Это конечно не сверхпопулярная OG Чикаго, но расцветка этих единиц 100% найдет своих ценителей. Релиз 9 апреля за 170 баксов. Вот мне нравятся мне низкие 11. А здесь явная попытка сыграть на сверхпопулярном Colorway. Только лучше бы перевыпустили высокую версию. Релиз 23 апреля с ценником в 190 долларов. 22 год явно будет богатым на громкие коллабы вторых номерных. Хоть Эмма Манье молодая компания, но уже достаточно уверенно заявила о себе в различных проектах. Плюс их коллабы уже традиционно радуют высочайшим качеством материалов. Релиз пары с необычным Colorway состоится 29 апреля. Ценника пока нет. Пустынные тройки выйдут 30 апреля с ценой в 200 долларов. Colorway напоминает знаменитый Black Cement, с тем исключением, что оттенок светлых панелей чуть другой. В апреле состоится еще один релиз низких 11 достаточно яркой расцветки с ценником в 190 долларов. Пасхальные пятерки выйдут в апреле в женской размерной сетке за 210 долларов. Не знаю как вам, а мне прям понравилось сочетание выбранных брендом цветов. Еще одни высокие единицы выйдут 14 мая за 170 долларов. Вроде ничего особенного, но сочетание черного и белого в большинстве случаев смотрится органично. 12 мая за 200 долларов в продажу поступят четверки в классном сочетании цветов и материалов. Да, это не OG Colorway, но смотрится пара классно. Плюс, судя по всему, материалы будут очень хорошими. 21 мая выйдут еще одни четверки за 190 долларов. Тот редкий случай, когда черно-белый Colorway получился блеклым и неинтересным, но это лично мое мнение. Вот, пожалуй, пока и все релизы номерных Джорданов, которые намечены на зиму и весну 2022 года. Озвученные цены и даты выхода пока предварительны и могут меняться самим брендом. А если хотите оставаться в курсе последних новостей в мире кроссовок, подписывайтесь на нашу группу в ВК или канал в Телеге. Там вы всегда найдете самую последнюю и актуальную информацию о предстоящих релизах. Ну и традиционный вопрос. Какая из представленных пар вам больше всего понравилась? И на этой вопросительной ноте я с вами прощаюсь. Снуччи-буччи!